Это как образ, все-таки это большая часть моего образа, который я показываю на льду, и если костюмы не подходят под образ, то и сразу и картинка меняется, и зрителям, когда они смотрят на программу, немного режут глаз, потому что бывает, что костюмы не совсем подходят под программу. Ну и костюм должен быть очень-очень удобный, очень красивый, и чтобы вот в нем все детальки были проработаны. Сначала музыка, сначала музыка, потом образ, и уже потом мы обсуждаем костюм. Обычно это делают тренеры, говорят, что они хотят видеть там Этери Георгиевна очень, не очень хорошая, вкусная это, но очень хорошо видит, что нужно сделать, что нужно поменять и так далее. Все. Все в совокупности. Ну, нужна идея, хорошие материалы, нужен мастер, который знает себя, знает, ну, как нужно сделать, как сделать хорошо, и чтобы это было красиво и удобно. Насколько я знаю, используется итальянский бренд тканей Карвика. Вообще ткани должны быть очень удобными, очень надежными, так как мы катаемся в одном костюме целый сезон, иногда бывает и два. А кристаллы очень долго считались лучшими в Сваровске, но также я знаю, что используются и кристаллы Эволи, австрийские кристаллы. Вообще, я считаю, что это незаменимый элемент вообще во всех костюмах, потому что именно они создают такой интересный эффект, как будто бы бриллианты. И без кристаллов невозможно приставить ни одного платья. Ну, вообще, именно в одиночном фигурном катании табу это, наверное, очень длинные юбки, потому что, например, в танцах это, наоборот, приветствуется, а в одиночном нет. Ну, а все остальное, вообще, все зависит от спортсмена, что ему удобно, но самое главное, чтобы и кататься было удобно. А если вдруг спортсмены удобные, там, не знаю, какие-нибудь перья и так далее, может быть, это даже хорошо, но самое главное, чтобы это все не падало на лед, иначе у нас штрафные баллы за это. Ну, наверное, первое, что важно, это вес костюма, чтобы он не был очень тяжелым, потому что это довольно сильно влияет на программу, потому что мы накатываем программу тренировочной одежде, и на особо немного чего весит, а тут вдруг, если платье весит, там, 700 грамм, ну, то есть оно перегружено камнями, то, правда, очень тяжело. И иногда бывает, что мне также не нравится, когда на юбку ставят много камней, особенно на конец юбки, потому что он начинает в прыжках тебя заматывать, и в прыжках тоже начинает прям неудобно, то есть я люблю довольно длинные юбки для одиночного фигурного катания, но если они со стразами, то это, правда, очень неудобно. Как таковой оценки за костюмы нет, но есть, опять-таки, если у тебя что-то падает, что-то рвется, то идет, да, минус, минус баллы. Ну, я не знаю, наверное, все следят за модой, вот какая мода, плюс-минус. Ну, более сейчас, наверное, спокойные стали, лаконичные, красивые, как обычные платья для вечернего выхода, только более, не знаю, такие красивые для спорта. По-хорошему, да, если мне что-то не нравится, я сразу же об этом говорю, и мы всегда обсуждаем, но чаще всего я смотрю по удобности костюма, по красоте, и у меня есть много людей, которые мне помогают в этом, и мама, и тренеры, вот, поэтому я им хорошо доверяю, и дизайнер тоже, поэтому я так больше, где удобно, где неудобно. Ой, мыслей таких не было, но я бы с удовольствием попробовала бы. Мне кажется, это очень-очень сложно, это правда, и каждую стразу нужно приклеить, какие-то стразы нужно пришивать, и все так проработать. Думаю, это очень сложно, но попробовать очень хотелось бы. Ну, на самом деле, над всеми мы очень долго думаем, и в прошлом году у меня было платье на короткую программу, в итоге полсезона, ну, не полсезона, два старта я выступала в одном платье, в итоге мы все как-то поменяли, поменяли его вообще на другое платье, что стало более выигрышным вариантом. Вот, то есть, всегда думаем много, и если хоть чуть-чуть не нравится, все равно продолжаем искать, вдруг есть какой-то более лучший вариант. Ну, почти. Я, честно говоря, не считала. Ну, некоторые хранила, некоторые кому-то отдавала когда-то, сейчас уже не всегда это делаю. Но с международных, с первых международных стартов у меня еще остались костюмы. Мне запомнился девочка на шаре, потому что это был комбинезон с шортами, для меня это было как-то странно, потому что обычно я до этого каталась только в платьях, и даже если были комбинезоны, то они всегда были с юбкой. Тут такой еще, не знаю, вот сам образ такой интересный был, девочка на шаре, и костюм, но все образы очень вспоминающиеся. Ну, это такой один из интересных. Предложила тренером я попробовать этот танец на льду, они согласились, мы поставили. Идея была такая, чтобы плюс-минус полностью повторить именно танец, и получается и костюм тоже. Мы когда шили костюмы, Терри Георгиевна немного дала свои советы, что сделать, чтобы он выглядел лучше, чтобы и четкость линии была, и красота. Хотелось бы попробовать много разных образов. В основном я катаю лирические образы, и хотелось бы что-то веселое, или что-то очень строгое, если так это можно назвать. Потому что, когда я прокатала Wednesday, это совсем не похожий на меня образ такой, довольно дерзкий, и всем очень понравилось. Поэтому хотелось бы что-то вот такое новенькое, по типу Wednesday, тоже попробовать. На самом деле, нет. Во время проката мы довольно интенсивно двигаемся. То есть, если мы просто выходим на лед в платьишках, обычно мы выходим еще и в кофтах, то да, нам холодно. Во время того, как мы стоим, у нас есть представление перед шестиминутной разминкой. Но во время проката, опять-таки, мы очень интенсивно двигаемся. И после проката, я думаю, вы замечали, что некоторые спортсмены становятся, ну, довольно такие, кому-то становится очень жарко. Особенно, если это международные старты, обычно очень, ну, там довольно теплые катки. И там кататься, конечно, правда жарко. Но ко всему привыкаешь. Если нужно будет выступить на холодном, на холодном. Если нужно будет выступить на таком, на таком. Вообще, на любых катках, самое главное выступить. Вообще, изначально Терри Кюрбина хотела в болеро, чтобы я вставала в начальную позу. У меня были руки сзади. И у меня было такое движение, как такое резкое сгибание. И там должны были появляться глаза змеи. Но мы это попробовали сделать. На первом старте Кубка России. Оно было еще такое коричневое, такое красное, с глазами змеи. И там было много-много-много чего. Там было много камней. Очень много акцентов. И платье просто потерялось на льду. И выглядело очень, ну, странно. По крайней мере, мне не очень понравилось. Мы его поменяли на черное. Если вы помните, с такими ушками. Как мы так смеялись, что это как ушки. Вот. Но уже я откаталась предолимпийский сезон. И с тренерами решили, что для выхода на международный стартвик этот костюм нужно поменять. Потому что он был немного такой, скажем так, детский. Если так можно назвать. Поэтому вот мы пришли к окончательному варианту этого костюма. Для этого замечательной программы. Там, где есть море. Солнце. Таиланд. Бали. Не знаю. Мы были на Кубе. Мне там тоже очень понравилось. И все очень хвалят Мальдивы. Не знаю. Наверное, туда. У наших девочек кто-то показывает отношения в социальных сетях. Не знаю. На самом деле это же их личная жизнь. На то и на и личное. Чтобы твой мир, который ты... Если ты хочешь, ты его показываешь. Если нет, то ты закрываешься. И это твое право. Ты можешь так сделать. Почему раздражает? То есть, если человек подошел сфотографироваться. Я стараюсь не отказывать. Только если совсем куда-то спешу. И не могу этого сделать на данный момент. Ну, мне кажется, один раз было. Ну, мне было лет семь. Я бы так хотела поспать. У нас были тренировки в шесть сорок пять. То есть, просыпаться нужно было в четыре тридцать. И в какой-то день я понимаю, что я хочу спать. А это было один раз. Я говорю, ну, давай сегодня пойдем. Что-то как-то плохо. Ну, потом уже такого не было. Это Лёва. Каждый день я просыпаюсь. И вот такое вот чудо будет. Хотя кто кого будет. Золеустремленность, трудолюбие и любовь к тому делу, которым я занимаюсь. Это самое главное. Хотелось бы по щелчку сразу же быть собранной. Чтобы у тебя был сразу же образ. Макияж. Прическа. Чтобы не нужно было на это тратить время очень долго. Что значит? Как ты делаешь? Как ты делаешь? Как ты делаешь? Как ты делаешь? На самом деле, да, бывает. Это, кажется, это нормально. Но если ты действительно любишь то дело, которым занимаешься, то это проходит довольно быстро. Потому что через какое-то время у тебя просто тяга к тому, чтобы пойти кататься или пойти работать. Ну, то есть, именно заниматься тем делом, которое ты очень-очень любишь всей душой. Ну, если уж такое произошло, нужно выдохнуть, чуть-чуть отдохнуть, понять, что это нормально. И потом уже с новыми силами идти еще раз продолжать этим заниматься.